Доброе утро! Давайте лучше спросим ребят из других стран, что любят читать они? Здравствуйте! Поскольку я изучаю русский язык и литературу с учителем, я читаю все книги по его рекомендациям. Но в основном мое предпочтение дается книгам на английском языке в военно-исторической тематике. Вот, недавно прочитал вот эту. Называется «Боевая лошадь». Это видение Первой мировой войны глазами лошади. Моя любимая книга – это сборник сказок про принцессы. Моя любимая книга японская. Она называется «Динюся кодом». Там рассказывается про самолеты, автомобили, корабли и так далее. Мне нравится читать эту книгу, потому что я люблю изучать автомобили. Моя любимая книжка – это про Нильса. Нильс плохо себя вел, и гном закордовал его в маленького. И он полетел с гусями, и он боролся с крысами. Моя любимая книжка – это «Ронни дочи разбойника». Она довольно большая, и я ее очень люблю читать, потому что я вникаю в ее приключения. И Астер Книгри так хорошо описывает все детальки, что это как фильм в моей голове. Моя любимая книга – это Каушен, потому что Каушен очень смешной, и он находит выход из любой ситуации. И она очень веселая. Книга называется «Каникул просто важна». Она мне очень сильно понравилась, потому что там есть один мальчик и его имя – дядя Федор. Он просто мог все при все делать в этой книжке. Мне она очень понравилась. До школы остался ровно месяц, но это не так много. Если начать собираться прямо сейчас, то не придется в последние дни лета без конца бегать по магазинам. Впереди еще целый месяц каникул, но начать закупаться к школе стоит уже сейчас, потому что и выбор больше, и людей в магазинах меньше, и цены хорошие. Нам с вами нужно закупить школьную форму и обувь, констовары и рюкзак. Начнем по порядку. Школьную форму лучше покупать в реальном магазине или на ярмарке, потому что так можно померить и точно подобрать то, что вам нужно. В интернет-магазинах можно ошибиться с размером или даже с цветом. Хотя выбор там, конечно, гораздо больше, и можно найти что-нибудь интересненькое. В моде есть такое понятие «базовый гардероб». Это тот набор вещей, которые можно комбинировать и каждый раз выглядеть по-новому. Так вот, в базовый гардероб школьника входят две блузки или рубашки с коротким рукавом, три-четыре блузки или рубашки с длинным рукавом. Одна из них по-разному. Две юбки для девочек, две пары брюк для мальчиков, пиджак или джемпер для мальчиков, сарафан для девочек. Спортивная форма отдельно. Конечно, все это нужно будет перемерить еще в магазине, но лучше уже закупиться один раз и сразу на весь год, чем потом через каждые пару месяцев бегать за новыми рубашками и юбками. Имейте в виду, уже завтра начнется большая ярмарка школьной одежды в Аквамоле, а послезавтра на площади Ленина. Там же посмотрите себе и обувь. Пара туфель для второй обуви и кроссовки или кеды для физкультуры. Дальше идем за концтоварами. Обычный их список для начальной школы выглядит примерно так. В любом случае, точное количество тетрадей, ручек и карандашей вам лучше рассчитать для себя самим. Кстати, учителя обычно говорят закупать самые простые ручки без сложных механизмов и тетради в обычных неярких обложках. Прежде чем брать общие тетради, нужно хорошенько подумать. Представьте себе, тетрадь по русскому, по математике, по литературе, по английскому, еще почему-нибудь, и ваш рюкзак уже неприпотъемный. Кстати, рюкзак, как и концтовары, можно заказать и в интернет-магазине, но выбирать его надо не только по расцветке и модным лейблам. Врачи говорят, что сумки через плечо и мягкие рюкзаки можно носить только тем, кому уже исполнилось 12 лет. А до этого нужно носить каркасные рюкзаки, чтобы они распределяли вес знаний по всей спине, и чтобы спина была здоровой. За неделю до 1 сентября проведите контрольный сбор. Все перепроверьте, подготовьте себе рабочее место, примерьте школьную форму, обложите все тетрадки и учебники и положите в рюкзак все необходимое. Все, вы готовы к школе. И главное, суетиться не придется. Август надо проводить так, чтобы после него не обидно было идти в школу. Мы подготовили для вас афишу, чтобы вы не пропустили ничего интересного. Если вы не успели набраться впечатлений за это лето, то эта афиша для вас. Я расскажу вам, что интересного вас ждет в августе. И начнем мы с самого-самого. 15 августа в Виновской роще закружат хороводы мира. Это международная акция. В этой акции участвуют тысячи людей по всей земле. Хочешь покружить с ними? Приходи в Виновку и узнаешь, что хоровод – это не только вокруг елочки под музыку. Если ты больше по спорту, то специально для тебя из всех любителей здорового образа жизни в августе пройдет фестиваль «Мир спорта». На нем будут проходить разные соревнования. Приедут известные спортсмены. Они будут проводить мастер-классы. Тех, кто любит квесты, ждет специальная программа. Не пропусти этот праздник и помоги стать Ильяновску самым спортивным городом страны. Лето – лучшее время для отдыха на воде. Но я не только про купание. У Свяки и Волки можно покататься на сапах, каяках, байдарках и даже на речном трайвайчике. Он отходит от набережной Аквамола. Есть еще Прыгскок-парк с открытыми водными горками на улице Октябрьской. Если любите отдыхать на воде, вам туда. А что делать, если погода в августе будет дождливой? Но это тоже не повод сидеть дома. Для малышей каждые выходные в театре кукол будут проходить спектакли. А школьников в августе ждут сразу несколько интересных кинопремьер. Каждые выходные на площади Ленина и во всех парках города проводятся развлекательные программы, конкурсы и дискотеки для детей. Если вы не бывали на них раньше, в августе самое время в них поучаствовать. Но если для вас больше подходит спокойный отдых, то вам стоит побывать в музеях нашего города. По выходным там проводятся интересные программы и мастер-классы для детей. Август обещает быть интересным. Главное не сидите дома и почаще узнавайте афиши нашего города. Кстати, важный момент. Всегда узнавайте накануне, будет ли проходить то мероприятие, на которое вы собираетесь. К сожалению, из-за пандемии некоторые события могут отменить. Но надеемся, что такого не случится. Хорошего вам отдыха! Очередной сюрприз подготовили для нас ребята из лаборатории мультфильмов. Сказка «Проезжай, Зайцы!» Смотрим! Давным-давно жили-были Ёж и Заяц. Заяц постоянно хвастался. Я самый ловкий, я самый быстрый, никто меня не догонит. Давай, Брюток-Ёжик, посостязаемся, кто быстрее бегает. Давай попозже посостязаемся, я схожу домой покушаю, а ты, Мила, подожди. Ладно, сходи, я тебя здесь подожду. Ёж побежал скорее к своей жене. Душенька ты моя, скорее одевайся, пойдем с самим Зайцем состязаться. Ты встанешь на одном конце поля, а я на другом. Когда Заяц прибежит, ты говори, я уже здесь! И отправились они в поле. Ёж оставил свою жену на одном конце поля, а сам побежал к Зайце на середину поля. Прибежал и говорит ему. Вот Брюток-Зайц и я пойдем на другой конец поля. Оттуда и начнем наше состязание. Раз, два, три! А я уже здесь. Давай еще раз пробежим и посмотрим. Заяц так удивился, почему он никак не может победить ежа. Он бегал с одного конца поля до другого целых 77 раз. Выдохся, а ежа так и не смог опередить. Старики-морийцы не случайно учили. Убеждают не ногами, а умом. Вот такой у нас сегодня получился выпуск. Надеюсь, все самое важное вы запомнили. А если нет, пересмотрите еще раз. И готовьтесь проводить время интересно. Наш инструктор по погоде вам обязательно поможет. А я говорю всем пока и до новых встреч! Синоптики не любят делать прогноз больше, чем на три дня. Но мы знаем, что этот август будет жарким и недождливым. У нас еще есть время отдохнуть. С вами был ваш инструктор по погоде Матвей Пыров. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!